Всем привет! Как видите, я сегодня не накрашена, это значит, что мы будем собираться вместе. Я хотела бы показать вам такой легкий, освежающий, повседневный макияж вместе с нарядом. Очень многим из вас понравилось платье, в котором я снимала и видео, и в сторис вам что-то там, то ли рассказывала, то ли просто показалось. В общем, платье у меня от Valve Stories. Оно тепленькое, и когда какая-то такая непонятная погода, а хочется выглядеть очень женственно, и при этом не мерзнуть, это вообще просто идеальный вариант. У него отменное качество, но обо всем по порядку, и также хотела бы немножко с вами поболтать, развить какие-то темы. Очень сложно, на самом деле, вот так просто сесть перед камерой и начать рассказывать о чем-то личном. Возможно, что-то, что кому-то из вас поможет, станет какой-то подсказкой. Поэтому я буду краситься и просто буду отвечать на какие-то вопросы или освещать какие-то темы, которые вы меня просите озвучить. Начну, как обычно, с тонального крема. Сейчас такой повседневной жизни, я очень часто пользуюсь этим от Rimmel. Он легкий, и рассказывала вам подробнее о нем в аналогах люкса. Под влиянием YouTube я уже давненько купила себе тон от L'Oreal. Он мне очень нравится, но тогда я была после отпуска и взяла довольно темный оттенок. Все равно попробую именно краситься, чтобы показать вам. Он очень-очень красиво смотрится на коже. И также классика жанра, это буржуа, но если у вас сухая кожа, то не забудьте предварительно очень хорошо ее увлажнить. Я возьму L'Oreal. Слушайте, в последнем влоге я как-то так странно высказалась, и не все поняли, о чем идет речь. Но откуда вы можете знать, что же у меня в голове? Короче, я сказала о машине, о том, что я якобы переживаю, что я не сплю. Речь не шла конкретно о второй машине. Сейчас объясню. Как вы знаете, возможно и не знаете, у нас два кредита. Зачем нам целых два, я тоже с вами поделюсь, так как всегда кажется, что тебе там 30 лет, 40, 50, что старость еще. Когда-то там наступит, но мы уже сейчас думаем об этом. У нас двое маленьких детей, поэтому еще 10 лет тому назад мой муж взял ипотеку во Франко. И мы построили трехэтажный, но тогда еще муж сам построил трехэтажный дом. Часть его мы сдавали в аренду, и на последнем этаже мы жили в нашей квартире. Потом мы решили купить дом, ну так как, наверное, большинство людей все-таки мечтает о частном доме, а не о квартире. Ну хотя все мы разные, мы реально хотели дом. Но опять-таки у нас не было каких-то таких сбережений. Если вы хотя бы раз интересовались, сколько стоит жилье в Польше, то представляете, сколько может стоить дом или квартира. Цены в таком нормальном, непрестижном, просто обычном районе за один квадратный метр начинаются где-то от 1200, может 1300 евро. И можете посчитать, сколько стоит квартира, ну, к примеру, общей площадью в 50 метров. Вот. Всегда можно купить что-то попроще, что-то поменьше. Я тоже с этим согласна. Но мы все-таки решили взять что-то побольше, потому что первый вклад позволял это раз. А во-вторых, ну, кто знает, как долго наши дети будут жить с нами, чтобы нам не было тесно. И сейчас, честно говоря, я бы ничего не изменила. Оттенок немножко темноват, поэтому я чуть-чуть опускаю тональный крем на шею. И мы с мужем не уверены в нашей пенсии. Дело не в том, что мы не работаем официально, а дело в том, что через 20 лет ее вообще могут отменить. И вообще все мы знаем, сколько составляет среднестатистическая пенсия. Мне кажется, что на это нормально прожить просто невозможно. Поэтому мы продумывали несколько планов какого-то дополнительного заработка в таком преклонном возрасте. Также хотелось бы дать нашим детям какой-то хороший старт. Я думаю, что это нормально, когда ты родитель. И, к примеру, лично нам помогали очень сильно мои родители. За что, конечно же, им огромнейшее спасибо, потому что без них все было бы гораздо-гораздо сложнее. Дальше любимый легкий, при этом неплохо перекрывающий, улажняющий консилер на каждый день. Это Estee Lauder BB. Он буквально как бы растворяется в коже. И, слушайте, казалось бы, идеальный план на жизнь. Строишь дом, два этажа ты сдаешь в аренду, на третьем ты живешь. И чего еще можно хотеть? На этом можно успокоиться. Но я вас разочарую. Почему? Потому что арендаторы бывают разные. И за 10 лет у нас случались такие ситуации, когда ты не просто не спишь, а ты думаешь, что же ждет тебя дальше. К примеру, у нас на первом этаже когда-то был ресторан, и нам целых полгода никто ничего не платил. Все кормили нас завтраками. То есть, мы заплатим вам завтра, послезавтра. И так было каждый день. Но мы думаем, ладно, временные какие-то неприятности. И что вы думаете? Мы выставляли счета, платили налоги, а нам никто никогда не вернул эти деньги. Дальше было хуже, потому что у нас была какая-то там компания, которая тоже сначала платила, все было хорошо, они были очень довольны, и потом они перестали платить. Но мы тоже ждали, когда же закончится этот период такой не самый хороший у них, где мой спонж. Прошло 3 месяца, мы также выставляли счета, и нам никто не заплатил. Та же история, все повторилось. Мы наняли компанию, которая должна была помочь нам возместить все деньги. То есть, она должна была заниматься всеми судовыми процессами и так далее. И эта компания попросила 10% от общей суммы. Но, как вы понимаете, там не было миллиона долларов, поэтому они повозились с этим делом несколько месяцев, а потом прислали нам официальное письмо, что им неинтересно, что проект не рентабелен. И мы пытались сами вернуть эти деньги. Потом и Триянец, у которого была пиццерия на первом этаже, он вообще уехал в Сицилию, и где ты его найдешь? Нигде. Поэтому всегда, когда решаетесь на такие инвестиции, продумывайте план X, а что будет, если арендатор вам не заплатит. И у нас два раза так случалось. Это не самое приятное. Тогда я помню, что у Томака была та еще бессонница. И вот, девочки, когда я говорила, что у меня бессонница, что я за что-то там очень сильно переживаю, я имела в виду то, что я, в принципе, человек, который надеется на лучшее, который всегда думает, что да, все сложится так, как мы этого хотим, потому что мы так много над этим работаем, но я готовлюсь к худшему. И мой муж пошел на работу. Сейчас давайте распределю консилер, возьму пудру и продолжим. Так, пудры у меня несколько. Вообще-то у меня целая огромная коробка разных классных новинок, потому что я сейчас готовлюсь к новому сезону битвы брендов, которые, как вы знаете, а если нет, то теперь будете в курсе, выходят на канале Makeup.ua. Это мой постоянный бьюти-партнер. И также то место, которое я от всего сердца могу вам посоветовать, потому что у них самый большой ассортимент. И вот Makeup.ua отправляют по Украине, а Makeup.store.ru отправляют в Россию. И там есть так много классных, интересных брендов, которые недоступны в такой обычной стационарной продаже. И вместе с ними мы сегодня подготовили для вас весенний конкурс, в котором я лично сама выбирала подарки, то, что мне хотелось бы подарить одной из вас. Обязательно дождитесь конца видео. У нас очень простые условия, и я расскажу, что же я выбрала, но чуть позже. Значит, этой пудрой я уже пользовалась. А вот это такая новинка от NYX. Can't Stop One Stop. Это вообще линейка, которая сейчас вызывает столько разных и положительных, и негативных комментариев на польскоязычном YouTube, что я сама не знаю, чего ждать. При вас распаковываю, никогда ее не пользовалась. Этот тональный довольно плотный, но при этом живо смотрится на коже. Он не матирующий, учитывайте, если вас он заинтересовал. Но я люблю такое живое покрытие. Пудра очень мелкая и вообще не видна на коже. Расчесываю брови и немножко заполню их при помощи карандаша от Vivienne Sabo. Это просто самое лучшее, бюджетное и быстрое в использовании средство. У меня оттенок 0.1, он просто шикарно подходит всем светленьким девочкам. И, кстати, сейчас вы видите мои волосы в камере где-то на три оттенка темнее, чем я есть на самом деле. Почему я просто выставила так настройки, так как эта камера съедает все цвета макияжа. И мне хотелось, чтобы вы могли хоть что-то рассмотреть. Блогерские какие-то заморочки. Давайте все-таки продолжим о бюджете, о нашей семейной ситуации. Как бы вам это сказать? Когда у тебя нестабильная работа, я знаю, что найдутся те, кто скажет, иди на стабильную работу. Пока что нет такой нужды. И мы готовились к такому моменту, когда, возможно, мы оба останемся без работы. Вы понимаете, о чем я даю? Речь идет о сбережениях. Но когда ты начинаешь накручивать себя и продумывать всю ситуацию, то есть если у Томака сейчас временная работа, скажем так, если ему не продлят контракт, что будет дальше? На его должности не так просто найти работу. В принципе, можно было бы пойти на работу попроще. Я согласна. Но Томак также работает на свое резюме. У каждого, наверное, свой подход к карьере. И когда ты доходишь до определенной должности, и потом тебя по какой-то причине не берут снова на такую же должность, только на что-то пониже. Почему? Сразу возникает вопрос. Мы очень много общались с нашими друзьями, которые работают в отделе продаж, по поводу того, как относятся работодатели к резюме, и ко всему остальному, к твоим каким-то способностям, к твоим достижениям и вообще к тому, что у тебя получилось или, возможно, чего не получилось добиться. Короче, это важно. Если ты работаешь на какой-то должности, а потом вдруг идешь вниз по карьерной лестнице. И вот когда я очень сильно себя накрутила, что вдруг, не знаю, мы не продлят контракт, а вдруг еще что-то. Мало того, у нас тоже есть какие-то свои планы, инвестиции и так далее. И когда ты начинаешь думать об этом, обо всем, потому что какое-то такое подвешенное состояние, хотя, с другой стороны, любая даже стабильная работа может в любой момент исчезнуть, да? Тебя просто могут уволить. Поэтому сложно сейчас сказать, когда у тебя стабильная работа, а когда нестабильная. Короче говоря, я просто очень сильно себя накрутила и очень сильно переживала и по поводу кредитов, и по поводу работы. Я вам даже больше скажу. Я также думаю о том, что я буду делать в будущем. Это тоже очень важный аспект, который может, ох, как сильно повлиять и на душевное состояние, и на сон, и вообще на то, как ты функционируешь в течение дня. И любые перемены, даже к лучшему, они всегда связаны с каким-то стрессом, с неизвестностью, с неизведанностью того, что тебя ждет. И то же самое я переживала, когда была в положении. Особенно первый раз ты понимаешь, что твоя жизнь очень круто изменится, и ты не знаешь, чего ждать. То же самое было с работой Томака. Я вам говорила, что он устроился в международную компанию, но главный офис находится не в Польше. И когда я подумала, что я снова останусь одна с детьми, и он уедет куда-то за границу, ну то есть непонятно. И я, наверное, чуть больше хотела с вами как-то поделиться, так как мне абсолютно не хотелось, чтобы меня кто-то пожалел. Но так уж сложилось, что я здесь делюсь с вами какими-то своими переживаниями, рассказываю о каких-то своих жизненных моментах. Конечно, никто никогда не расскажет о всех скелетах в шкафу, но раз я говорю, что у меня есть реальный повод для бессонницы, и это не только вторая машина, то это действительно так и есть. И так как было с покупкой дома, с кредитом, с брачным контрактом, там прошло практически два года, когда я смогла вот по-честному рассказать, что же меня так волновало, почему меня так трясло, почему я столько плакала, хотя тогда на меня тоже как бы посыпались разные комментарии, что вот ты не радуешься жизни, что вы покупаете дом. У всех есть свои скелеты в шкафу, и это просто жизнь, да. Я не могу болтать и красить ресницы, как-то с координацией движений что-то не так, поэтому я сейчас быстренько прокрашу ресницы, они сейчас не в очень хорошем состоянии, и вернусь к вам через несколько секунд, мы продолжим. Я уже нанесла базу под тени, у меня это MAC, теперь возьму такую палетку от Maybelline, это Burgundy Bar, мне очень нравится цветовая подборка, и пигментация лично меня устраивает, мне нравятся такие полупрозрачные, дынчатые макияжи, я не люблю, когда у меня такой слишком насыщенный макияж, когда издалека видно, что у меня там тон на косметике, на лице, так что сейчас уже раз пять, наверное, пользовалась этой палеткой, кстати, для более интенсивного макияжа, Smokey тоже использовала вот эти цвета, и все хорошо. Чуть-чуть прорисовываю складку века, таким нейтральным оттенком, я смешала два бронзовых оттенка, и нанесу их на большую часть подвижного века, эти тени могут немножко осыпаться, но можно избавиться от этой проблемы, нанося их влажным способом. Такая нежность получается, теперь возьму вот этот, слегка бургунди, собственно. Этим оттенком я никогда не пользовалась, он все-таки более красный, нежели я ожидала, но пусть остается. Еще раз все растушую. Что я могу сказать? Сама того не планируя, я снова сделала какой-то красноватый макияж, мне кажется, что сейчас просто все палетки, с какой-то розовинкой, с краснинкой. Мой любимец от Catrice. В общем, в определенный момент, просто эмоциональное напряжение начало превышать физическое. Я довольно мало двигаюсь в течение дня, не потому что я так хочу, а потому что у меня такая работа, что мне просто нужно много сидеть за компьютером. Я думаю, что это бич. 21 века мне стало сложно спать. И когда я задумалась о том, что, блин, возможно, я недостаточно устаю, ну вот, чтобы просто отключиться, и я пошла в спортзал. Часто спрашиваете, как я занимаюсь. У меня два, но сейчас я перехожу на три занятия с тренером в неделю, а так я тренируюсь одна, или хожу еще на групповые занятия. Как только у меня выдается свободная минутка, я тут же иду на занятия. Я надеюсь, что муж меня скоро не выгонит из дома, потому что это занимает очень много времени, но у меня стало настолько лучше настроение, у меня так много какой-то, вот знаете, жизненной энергии положительной. Я не тот человек, который будет скакать, кричать, там, не знаю, танцевать на каждом шагу, но просто, не знаю, как-то вот отношение к миру стало гораздо лучше. Все это еще раз напомнило мне о том, насколько все-таки важна физическая активность. И сейчас я даже в 6 часов утра просыпаюсь с удовольствием на тренировку. Езжу на 8 часов утра. И пока мне все очень нравится о тренере, обо всем остальном, я расскажу как-то в следующий раз. Просто, если вы так же плохо спите, попробуйте увеличить свою физическую нагрузку в течение дня, может, вам это тоже поможет. Румяна я взяла Буржуа, это оттенок 48, такие самые классные стойкие карандаши. Улюкс Визаж. И нежнейшая помада от Паэзо в оттенке 14. Вот такой образ у меня получился. И я подумала, что здорово было бы сделать губы более сияющими. У меня есть такой прозрачный блеск от марки Rimmel. Я никогда им не пользовалась. Это тоже будет первый раз. У нас получился и такой затест косметики, конкурс, и вообще, знаете, такая беседа, как с подружками. Пахнет чем-то, ну, как блеск и Rimmel. Помада у меня сатиновая, а блеск придаст просто лоск. Вам не кажется, что этот макияж чем-то слегка напоминает образ ангелов в этом году? Может, у них было немножко меньше красноватых оттенков на глазах, но мне кажется, что довольно близко. И при этом, при всем, я тоже этого не планировала, но я использовала по большей части все-таки бюджетную косметику, если не считать консилер. Не знаю, честно, не планировала. Итак, что же можно будет выиграть в конкурсе? Я специально выбирала и какие-то новые интересные товары, и то, что люблю лично я. Первое, что-то на что я сама засматриваюсь, это бронзер от марки Chanel из их линейки Le Beige. Я специально взяла самый светлый оттенок, для того, чтобы он подходил большей части моей зрительниц, потому что я никогда не знаю, кто выиграет. Это раз. Во-вторых, мне кажется, что всем нам где-то в феврале, в марте не хватает какого-то такого здорового цвета на лице, поэтому бронзер нас спасет в такой ситуации. Мне хотелось также выбрать целый набор кисточек, при помощи которых вы сможете выполнить полный макияж глаз и лица. Есть такой бренд, который называется Nanshi. Он довольно популярен в Польше, среди польских блогеров, и в этот набор входит целых 12 кисточек из синтетического ворса. Спасибо Makeup UAE за то, что не ограничивают меня как-то по бюджету, а реально я могу подобрать что-то интересненькое для вас. Палетка от Max Factor. Это капучино Nudes. У меня есть такая же, я с удовольствием ею пользуюсь. И она более универсальная, чем та, которую я сегодня использовала. Она все-таки более лилово-красновато-бронзовая. А вот это подойдет и для вечерних, и для дневных макияжей. Это очень-очень приятные тени в использовании и в нанесении. Мне нравится пигментация, я уже много раз их хвалила. Это действительно мой фаворит, которым я сама пользуюсь изо дня в день практически, когда мне хочется быстро выполнить макияж, а не тестировать что-то новое. Аромат от марки Guerlain. Но мне кажется, что ни один подарок не может обойтись без аромата. У Makeup UAE есть огромнейший выбор. У меня от них где-то 10 ароматов, если не соврать. И не из разного ценового сегмента, начиная от каких-то подешевле и заканчивая Монталь. И всеми я очень довольна. Для вас я выбрала такой аромат, который нравится очень многим девушкам. Он меру сладкий. Он все-таки, знаете, пахнет такой настоящей весной. Если вы хоть раз тестировали аромат от марки Guerlain, который называется Mon Guerlain, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Он такой и не слишком дерзкий, при этом не слащаво-конфетный. Он не удушающий, при этом он довольно стойкий. И здесь у меня, по-моему, парфюмированная вода, насколько я помню. В любом случае, я оставлю вам ссылки даже на те средства, которые участвуют в конкурсе. Возможно, вы захотите что-то уточнить, что-то пересмотреть, ознакомиться с чем-то поближе или порадовать себя. К 8 марта маму, подружку, просто близкого человека. И да, условия участия ищите в инфобоксе, еще раз повторюсь. На этом у меня все. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то не забудьте поставить пальчик вверх. Следующее макияжное видео будет за тестом косметики Everline. Так, как обещала. Также будем рассматривать какие-то новинки. В общем, планов у меня масса. И потихоньку все буду реализовывать. Также со следующей недели начинаю снимать битву брендов. Ждите на канале Makeup.ua. У нас, как всегда, есть для вас что-то очень интересное. Я специально выбирала что-то, с чем я еще не знакома. Вот, на этом будем прощаться. Всем хорошего весеннего настроения. Больше позитива, улыбок и гармонии с собой. Все, всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч совсем скоро.